ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР Это нормально, этим я рекомендую, наверное, пользоваться. Шенгенское соглашение сильно упрощает перемещение внутри Европы. Однако, планируя переезды, не обольщайтесь легкостью получения шенгена испанского или греческого. Учитывайте истинную цель поездки. Я брал визу испанскую. Цель моя была посетить Германию. Необходимо, чтобы страна, выдавшая визу, находилась хотя бы на одни сутки дольше, чем в другой стране. Потому что многие делали так, что брали испанскую визу, чтобы легче, прилетали в Германию, дешевле лететь в Германию из Перми, так же, как до Питера можно долететь, за 12 тысяч, 11 тысяч можно долететь. Прилетали в Германию, тут же улетали в Испанию, прямо как на электричке на самолете, на один день буквально отмечались, там мы обратно в Германию. Это не прокатывает многих людей, ну, проблемы были. Если предстоит собеседование, как при получении, например, британской или американской визы, волноваться не стоит, говорят бывалые путешественники, вопросы задают стандартные. Нужно четко знать цель своего путешествия, помнить все запланированные перемещения и отели. Задача – показать стране, что нет резона оставаться на чужбине, что есть весьма весомые причины возвращаться на родину. Страны с относительно жесткой визовой политикой, как США или Великобритания, они чуть строже все-таки к этому относятся, и желательно, чтобы какие-то поездки, желательно в Шенген, до того уже были. Когда нас спросили на собеседовании в США, где мы раньше бывали, мы начали перечислять, она сказала, все-все-все, хорошо, виза дана, успокойтесь. С Великобританией получилось не очень хорошо, и вот это, кстати, тоже об этом стоит вспоминуть. Мы подали документы в апреле на конференцию, которая должна была состояться в мае, и визы получили в середине июля. Выход есть и здесь. Либо очень заранее, за полгода примерно заботиться о визе, либо доплачивать за срочную.